В Днепре закрывают единственную в Украине психиатрическую больницу со строгим наблюдением. Такое решение приняла исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Почему вопрос решают таким кардинальным способом и есть ли альтернатива этой лечебнице, разбиралась Елена Миндалюк. Психиатрическая больница со строгим наблюдением, единственная в Украине. Здесь лечатся те, кто совершил тяжкие преступления. Сын Светланы, то с 2013 года. После убийства ему поставили диагноз «шизофрения» и направили в Днепр. За это время его состояние не улучшилось, а с каждым днем становится все хуже. Нет ни реабилитации, ни психотерапии нет, ни трудотерапии. Столько времени находиться. Занесли вирусный гепатит. Сейчас в больнице около 700 пациентов. Большинство страдает шизофренией, эпилепсией, олигофренией. Лечение в основном медикаментозное, но и на него денег не хватает. Недостаточно денег выдаются на питание, на лечение. Лекарства врачи должны планировать. Какого-то есть, какого-то нет. А европейские требования, они требуют, чтобы у больных был теннисный курт, чтобы было футбольное поле, ну и все остальное. У положения дел в больнице в Минздраве знают. Во всяком случае, на своей странице в Фейсбуке, исполняющая обязанности Ульяна Супрун назвала заведение наказанием для пациентов и приняла кардинальное решение его закрыть. Медики на это отвечают. Лучше бы чиновники увеличили финансирование. За 10 лет денег на ремонт вообще не выделялось. В нашей больнице мы пользуемся аппаратурой достаточно, ну не сказать древней, но достаточно возрастной. А ту аппаратуру, которую мы приобретаем, современную, мы благодаря спонсорам, благодаря благодейным каким-то организациям. После закрытия всех больных хотят отправить в психиатрические лечебницы по месту жительства. Но там условия ничем не лучше. Холодные спальни, грязное белье, практически нет мебели. Пациенты в палатах под замком. Из досуга прогулки на огражденном пятачке и телевизор. Один на всех. Это Дмитриевский психонерологический интернат в Кировоградской области. Фото выложила омбудсмен после ревизии. Областные чиновники уверяют, во всем виноват директор и его подчиненные. Это была разговора и с директором будинка интерната. Потому что после того, как я смотрел на эти фотографии, где подопечные в неохайном виде, в таком, и в тот же час, когда на складе в интернатном закладе лежат новые носки, новые курточки, то мне не понимало, почему подопечные их не отримали до этого часа. Мы отправили официальный запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ответ один. Над вашим обращением работают. Елена Медлюк, Елена Брынза, Евгений Каденцов, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер.